Сегодня опять произошел сбой графика в работе правительства Республики Башкортостан. Опять было перенесено с понедельника на вторник заседание правительства с участием временно исполняющего обязанности Хабирова. Перенос этот случился потому, что вчера было 1 сентября, вернее 2 сентября, и всех министров разослали по подведомственным объектам поздравлять детишек. Весьма странная, прямо скажем, причина для того, чтобы не проводить совещание. Ну да ладно. Примечательно, что на сегодняшней оперативке, даже во вступлении, ни слова не было сказано про 1 сентября и его празднование. Несмотря на то, что вчера буквально ради Хабиров опубликовал пост о том, что он самолично открыл 1310 школ, в Республике Башкортостан ни слова не было сказано про 1 сентября. Однако наши читатели, например, отметили про себя успехи в этой области, в области открытия школ. Например, родители из школы номер 1 в городе Учалы сообщили, что в их школе толком нет отопления, что в столовую нужно ходить через улицу, а ввиду нехватки учебных классов, часть классов весь год будет заниматься в столярной мастерской. Причем заниматься не столярными науками, а общеобразовательными предметами. Ну, в общем, вкратце вот таковы победы на поприще организации народного образования. И прежде чем начать обзор оперативки, я хочу отметить, что сегодняшняя оперативка была выстроена так тщательно, так виртуозно подобранной темы, только те, в которых можно было бы рассказывать, если не об успехах нынешнего, то о грядущих победах будущего, что среди этих тем не нашлось места ни обманутым дольщикам, ни экологии Сибая, ни проблемам дорог, ни тем более проблемам вот этих вот песчаных, гравийных дорог, которые запланировали построить в Башкирии. В общем, это была чистая пастораль, и начнем обсуждать оперативку. Традиционно начали с кадровых назначений. В этот раз было два заметных назначения. Это вновь созданное управление по социальным коммуникациям администрации главы Республики Башкортостан возглавила Елена Прочаковская, что, собственно, закономерно, как и отметил, дорогой Радий Фаритович. Я отмечу, что та самая несуществующая, невидимая красногорская команда продолжает захватывать ключевые позиции в Республике Башкортостан. В том числе, например, господин Гусев назначен руководителем комитета торговли и защиты прав потребителей. Господин Гусев – это тоже пришелец из Подмосковья, человек, который имеет весьма относительное отношение вообще к торговле, но, видимо, очень ценный кадр и надежный проверенный товарищ по подмосковным операциям. Ну а дальше пошли уже по успехам. Понятно, что последняя перед выборами оперативка должна быть насыщена только достижениями, только успехами, только мажором, что, собственно, и случилось. Во-первых, в строках дорогой Радий Фаритович сообщил, что в Уфу поступили первые 12 крупноразмерных автобусов «Нифас», что, несомненно, гигантский успех для миллионного города. Далее господин Хабиров сообщил о том, что он открыл практически собственноручно, в последнее время он все делает лично и сам. Подольское месторождение медно-рудное в Хайблюнском районе, ну там чуть-чуть у ГМК немножко помогало, видимо, это чисто в качестве статистов, но Радий Фаритович лично открыл. И, скорее всего, наверное, сам будет разрабатывать это гигантское месторождение. А также большой радостью для населения Республики Башкортостан должно явиться то, что ЮНЕСКО включило Янгантау в число геопарков. Правда, как-то так странно. То ли включило, то ли не включило, то ли осенью, то ли весной. Ну, в общем, пообещали. Далее шел доклад господина Тажегинова о особой экономической зоне под названием, понятное дело, Алга, которое будет планироваться, устроиться в Ишимбайском и Стерель-Тамакском районе. Вообще, господин Тажегинов – это чрезвычайно способный человек по организации всевозможных необычных экономических явлений. Он является непосредственным организатором вот этого бедствия, которое называется «Кроношпан», завод австрийской компании, который находится в Уфе, который до сих пор не сертифицирован, официально не запущен, но уже поставляет продукцию, в том числе и на экспорт. Именно господин Тажегинов всю эту кашу заварил с площадкой, вот там, где сейчас находится этот «Кроношпан», хотя было два альтернативных участка и совсем не в черте города. Но, прямо скажем, вот эта новая идея, вот эта особая экономическая зона, которую теперь разрабатывает Тажегинов, это проект на порядок выше. Если в «Кроношпане» Тажегинову удалось поучаствовать в каком-то весьма сомнительном процессе выделения земельного участка общей стоимостью порядка 97 миллионов рублей и пристроить своего брата Нура в качестве подрядчика на строительство этого «Кроношпана», то теперь, конечно, масштаб вот этой особой экономической зоны, он, наверное, на порядке превышает вот эти все истории. И господин Тажегинов, очевидно, пошел в гору. В частности, господин Тажегинов сообщил, что особая экономическая зона, заявка на которую подана в правительство Российской Федерации, займет площадь 468 гектаров в Ишимбайском и Стрель-Тамакском районе. Это четыре участка разных размеров. Самый большой участок в 206 гектаров, что очень тревожно, располагается прямо вдоль реки Белой. Напоминаю, что особая экономическая зона будет носить статус промышленного типа, соответственно, там будут, видимо, организованы промышленные предприятия, и расположение их прямо вдоль реки, конечно, не может не вызвать беспокойства. Илшат Азаматович сообщил, что разработка проекта особой экономической зоны велась с учетом публичного обсуждения с населением. Однако Илшат Азаматович не упомянул, что местное население выразило резкий протест против организации этой особой экономической зоны. Были выступления, были петиции местного населения, однако об этом господин Тажетинов решил умолчать. Дальше Тажетинов перешел к планам. Вообще вся эта история, это пока только план. То есть пока заявка передана в правительство России, и там она будет рассмотрена. Так вот, согласно этому плану, господин Тажетинов собирается освоить, видимо, вместе с братом, 6,3 миллиарда рублей, которые будут потрачены на подъездные пути, устройство коммуникации, энергоснабжение, газоснабжение. Будет построено 17 зданий, 60 сооружений, в том числе сооружений и зданий для таможенного обеспечения, административные здания на 3177 квадратных метров. И все это за благословенные бюджетные деньги. Конечно, я понимаю, насколько вообще захватила эта идея господина Тажетинова, как рад видя моего брата, и как вообще расширились перспективы у этого семейства на ближайшее будущее. Все будет, конечно, зависеть от правительства Российской Федерации, насколько оно одобрит эту идею. Но хорошо, об этом потом. Сейчас о том, как будет устроена вот эта особая экономическая зона. Господин Тажетинов сообщил нам, что он уже нашел 7 резидентов для этой экономической зоны, и у него еще есть на примете 10. Но это те, с кем он не заключил никаких документов, договоров. Уже в 2020 году особоэкономическая зона обеспечит 317 рабочих мест, в 2022-м 554 рабочих мест, а к 2029 году, то есть через 10 лет. Интересно, господин Тажетинов и его брат все еще будут трудиться над этим проектом или уже куда-нибудь съедут. Так вот, через 10 лет особоэкономическая зона даст нам почти 2000 рабочих мест. Для сравнения скажу. Например, на одном МПО трудится 10 тысяч человек. Теперь об инвестициях. Инвестиции Ильшата Заматович собирается привлечь туда просто огромное количество. В 2020 году 6,5 миллиардов. То есть, получается, что все вложения, которые планирует вложить туда бюджетных денег Ильшата Заматович, уже в 2020 году будут перекрыты инвестициями вот этих вот загадочных инвесторов. И к 2029 году Ильшата Заматович прогнозирует 22 миллиарда инвестиций в этот проект. Это просто чудеса. Объем налоговых льгот к 2029 году достигнут 15 миллиардов рублей. Это те деньги, которые бюджеты разных уровней недополучат от предприятий. Однако Ильшата Заматович сумел предсказать и полученные налоги. В 2023 году их будет получено 6,4 миллиарда, а в 2029 аж 70 миллиардов рублей. В общем, дух захватывает от перспектив. Денежный поток будет отрицательным всего лишь до 2023 года, предполагает господин Тажединов. А уже с середины 2023 года он станет положительным и достигнет уровня 300 миллиардов рублей в 2029 году. Срок окупаемости вот этой особой экономической зоны заложен господином Тажединовым 3 года. Соотношение инвестиций к затратам 22 к 6. 3,6 составил этот коэффициент. И все завершил этот доклад господин Тажединов тем, что все вот эти чудесные, замечательные, фантастические цифры переданы в правительство Российской Федерации. Если честно, если оценивать со стороны вот подобные доклады, речь идет на самом деле только о том, что дайте нам 6,3 миллиарда, мы с братом построим там дороги, проведем газ, все добросовестно сделаем, освоим эти 6,3 миллиарда, а уж что будет дальше неизвестно. Очень туманно говорил Тажединов о резидентах. Он не назвал ни одного названия компании, которая станет резидентом даже из тех семи, которые, как по его словам, уже подписали соглашение о том, что они станут резидентами. Ни одной компании, ни одного названия, ни одного конкретного производства не было упомянуто. 6,3 миллиарда дайте, мы построим, потом будет счастье. Вот такая схема этой особой экономической зоны. Очень большие сомнения, особенно понимая опыт, особенно понимая компетенции господина Тажединова на примере Кроношпана. Честно говоря, большие-большие сомнения. В будущем я планирую проанализировать эту ситуацию с точки зрения тех научных разработок, которые существуют сейчас в России. Я говорю о том, что в России сейчас множатся разработки научные и аналитические, о том, что особые экономические зоны на самом деле это очень опасное явление. Опасное явление для экологии, опасное явление для населения, для его состава и так далее, и так далее. В общем, посмотрим, чем закончится вот этот великий прожект Тажединова. Наверное, осталось ждать недолго, через полгодика мы услышим какие-нибудь результаты уже. Так как доклад господина Тажединова был экстренным, главным и самым помпезным явлением этой оперативки, то его поставили даже впереди обычно дежурного первого вопроса об оперативной ситуации в республике. Собственно, вопрос этот всем уже надоел. Звучат одни и те же фразы. Все стабильно, все по плану. ДТП снижается, смертность снижается. Единственным отличием от обычного доклада в этот раз случилось то, что после того, как представитель комитета по чрезвычайным ситуациям господин Гумеров сделал свой стандартный доклад, Хабиров вдруг сделал ему замечание, что у него, оказывается, есть такая статистика, у Хабирова, что вот по всем параметрам смертность в Башкирии падает. Причем Хабиров перечислил, смертность упала по онкологии, по ДТП, по несчастным случаям. Вообще у нас смертность снизилась, по словам Хабирова, по крайней мере, а вот от пожаров она не снизилась. И Хабиров так вот прямо мягонько-мягонько Гумерову порекомендовал, давайте-ка вы проанализируйте, может, что-нибудь сделать можно. Третьим докладом оперативного совещания был доклад Ахмадулина Марата Федаевича, председателя Государственного комитета по строительству и архитектуре, и доклад был о ходе расселения ветхого жилья в Республике Башкортостан. Увы, этот доклад тоже был докладом под названием «Наши успехи потом, наши успехи в будущем». Собственно, господин Ахмадулин сообщил, что он собирается расселить 4600 граждан из 201 аварийного дома. Общая площадь расселения составит 61 тысячу квадратных метров. 36 тысяч квадратных метров расселят за федеральные деньги, 22 тысячи квадратных метров расселят за республиканские деньги, и 2700 квадратных метров расселят за счет застройщиков, которые будут осваивать комплексную застройку. Общий бюджет этого проекта господина Ахмадулин составляет 1 миллиард 649 миллионов рублей, в соответственной пропорции финансирования республиканского и федерального. Первый этап, как его назвал господин Ахмадулин, это 2019-2020 годы. Он весьма скромен на фоне расселения 65 тысяч квадратных метров. За ближайшие полтора года он планирует расселить всего лишь 8. Ну и в том числе в Уфе, например, 2800 квадратных метров. И коснется этой истории в ближайшие полтора года всего лишь 666 человек на территории 10 муниципальных районов. В переводе на русский язык, ближайшие полтора года будут расселять по 66 человек на район, и то не каждый. В общем, конечно, если внимательно прислушаться к этим грандиозным цифрам, мы понимаем, что в ближайшие полтора года в сфере расселения ветхого жилья ровным счетом ничего не изменится. Четвертым докладом оперативки был доклад Мухаммедьянова Тимура Рафисовича. Мы уже все привыкли к тому, что его доклады это всегда, если не склока, то конфликт, если не конфликт, то спор, всевозможные нагоняи, отказы принять доклады. Так вот, в этот раз все было совершенно иначе. Глядя на друг друга влюбленными глазами, Тимур Рафисович и Радий Фаритович обсудили вопрос обеспечения связи административных центров Республики Башкортостан с городом Уфой автобусным сообщением. Тимур Рафисович Победно сообщил, что 417 автобусов разных размеров передано уже в Башкировтотранс в этом году. Вообще за год он планирует приобрести всего 527 автобусов разного размера и передать их Башкировтотрансам. Что 72% муниципальных маршрутов осуществляются Башкировтотрансом и что все административные центры Республики Башкортостан, все районные центры, все муниципалитеты связаны автобусным сообщением с городом Уфой. Это главное достижение Тимура Рафисовича на данный момент. Хабиров довольный кивал, а Мухаммедьянов продолжал. Он сообщил, что на 6% выросло количество поездок граждан Республики Башкортостан в пассажирском транспорте. Что полученные вот эти 12 больших автобусов НИФАС будут распределены между маршрутами номер 51, 69, 74, 110 и 110С. И вообще все прекрасно. Хабиров был ну дико доволен. Он там сидел, цвел и сделал всего одно маленькое косметическое замечание Мухаммедьянову. Задачу мы выполнили, сказал Хабиров. У него, кстати, всегда так. Если задача выполнена, то мы, а если не выполнена, то вы. Так вот, задачу, говорит, мы выполнили. Но в пяти районах перевозки занимаются участники, сделал замечание Радий Фаритович. Вы за ними присматривайте, чтобы они добивались того же качества, что и Башкировтотранс. И вообще я считаю, что вся республика должна быть покрыта сетью государственного перевозчика. Вот это неожиданное заявление, конечно, во многом характеризует подходы дорогого Радия Фаритовича вообще к экономике. У меня складывается впечатление, что он вообще считает, что экономика должна быть государственной. Тогда она будет понятная, управляемая. С ней можно что-нибудь делать. Ей можно командовать. Ей можно управлять, руководить. Ну, в общем, конечно, это очень опасное заявление. Далее последовал доклад о ходе реализации региональной программы сохранения лесов. Господин Шарафуддинов Марат Искандарович, министр лесного хозяйства, сообщил о том, что вот в его отрасли все настолько хорошо, что улучшать только портить. Вот это я лично делаю такой субъективный вывод. У него вообще 118% в прошлом году было возмещение вырубленных и погибших лесов. То есть он высаживал и регенерировал лесов больше, чем вырубалось в республике Башкортостан. В этом году немножко поменьше, но, говорит, это связано с изменением порядка учета. Он победным образом сажает деревья, он победным образом осваивает финансы. Аж 2,2 миллиарда ему выделено в основном федеральных средств на программу. Правда, в 2019 году всего 163 миллиона. Ну, ничего. Марат Искандарович не унывает. Ударным образом освоил эти 163 миллиона. В том числе Марат Искандарович успешно создал мобильное предложение «Лесная карта республики Башкортостан». Вот тут Хабиров напрягся. Он вдруг вспомнил дорожный эксперт. Охарактеризовал его так. «Не хочу портить настроение вспоминать». И, в общем, поручил Марату Искандаровичу не заниматься самодеятельностью, а заниматься изготовлением этих мобильных приложений непосредственно под руководством Комитета по цифровизации. Ну, в целом, в общем, конечно, доклад Шерафуддинова был просто мажорным, победным. Вообще, только он не играл на трубе, разве что. А в конце своего доклада он сообщил, что средняя зарплата в лесном хозяйстве республики Башкортостан составила 36 тысяч рублей. Это очередное заявление, сродни вот тому заявлению Забелина, когда он сообщил, что у него каждая техничка и каждая, значит, санитарка получает там 30 с лишним тысяч рублей в больницах и поликлиниках РБ. То же самое заявление сделал Шерафуддинов. 36 тысяч рублей средняя зарплата по лесному хозяйству. Но это средняя. То есть, если, например, какой-нибудь главный инженер леспромхоза назначил себе зарплату 50 тысяч рублей, то остальные будут получать 22 тысячи. А если, не дай бог, он назначил себе 70 тысяч рублей, то остальные будут получать 1015. В общем, конечно, манипуляция средней температурой по больнице продолжается. Давным-давно, уже почти год назад, дорогой Радифаритович заострил внимание на криминогенной обстановке в микрорайоне Инорс, города Уфы, и дал поручение что-нибудь с этим сделать. И вот теперь на этой оперативке заслушали победную информацию Ульфата Мансуровича Мустафина о том, как он практически поборол криминал и проявление преступности в Инорсе. Ульфат Мансурович зачитал меры, которые он уже принял в борьбе с проявлениями криминала, преступности и бандитизма в микрорайоне Инорс и те меры, которые он планирует принять. А именно, что сделано на данный момент? Ульфат Мансурович героически выделил одно помещение для участковых полицейских. Он приобрел два автомобиля Нива, как он отдельно подчеркнул, повышенной проходимости, видимо, намекая на то, что по микрорайону Инорс, иначе как на автомобилях повышенной проходимости, ездить нельзя. А также Ульфат Мансурович за средством муниципалитета, естественно, разместил 265 дополнительных опор освещения и 679 светильников поменял в Инорсе. Осветил семь улиц, построил две спортивные игровые площадки, чтобы отвлечь преступников от своих задейских замыслов. С той же целью Ульфат Мансурович поставил две турниковые площадки, чтобы преступники и потенциальные убийцы могли хорошенько подкачаться. Благоустроил сквер где-то там в Инорсе и создал одну площадку, как он выразился, 60 на 40, непонятно чего, на стадионе Гастелло. Планы, тем не менее, у Ульфата Мансуровича еще более грандиозные, чем покупка двух автомобилей Нива и выделение одного помещения. А именно, Ульфат Мансурович собирается построить в микрорайоне Инорсе бассейн на четыре плавательные дорожки. Также он там устраивает некий комплекс видеонаблюдения в районе, внимание, с распознаванием лиц и определением номеров автомобилей. 776 видеокамер современного уровня хочет Ульфат Мансурович развесить по всему микрорайону Инорс. На 20 остановках в Инорсе будет Wi-Fi, зарядки для мобильных телефонов и кнопки вызова 112. Это просто сказка какая-то. Правда, на данный момент Ульфат Мансурович поставил всего 9 видеокамер. В подтверждение немыслимых успехов в борьбе с преступностью господина Мустафина попросили прокомментировать ситуацию с проявлением криминалитета в Инорсе Артура Фаритовича Сайфулина, начальника управления общественной безопасности МВД Республики. Артур Фаритович с присущей ему деловитостью, он вообще мужчина очень конкретный, я его знаю неплохо, сообщил, что да, действительно, некий тренд наметился. В Инорсе снижается преступность. Например, всего лишь 243 преступления было зафиксировано в этом году, что на 88 меньше, чем в прошлом году. На одно убийство меньше случилось в Инорсе, на два грабежа меньше случилось. Также произошло 137 нападений в качестве классификации, это называется уличная преступность, что на 47 меньше, чем в прошлом году. Ну вообще, честно говоря, абсолютные цифры, конечно, пугающие, прямо скажем, да, но есть какой-то тренд на снижение. Дай бог, конечно, в целом Артур Фаритович сказал, что все меры, которые планирует принять господин Мустафин в Инорсе, это хорошо, правильно и в любом случае будет на пользу в борьбе с преступностью и криминалитетом. Хабиров сообщил, что вот эта история с Инорсом, это некий пилотный проект, это некий такой эксперимент, в ходе которого будет установлено, какие меры эффективны, какие неэффективны, что работает, что не работает в борьбе с этой проблемой запущенных бандитских районов. И строго-настрого сказал всем главам районов и городов все это слушать, конспектировать, мотать на ус. И, судя по всему, в дальнейшем подобные методики будут распространены на всю Башкирию. Как я и говорил в начале, важно не то, что прозвучало на этой противке, а на ней практически ничего не прозвучало в плане реальных дел. В основном это были обещания, проекты, перспективы, может быть, наверное, если нам дадут денег, а вот мы скоро там построим. Важнее то, о чем Хабиров не говорил на этой оперативке. Не было речи о дольщиках. Проблема дольщиков не решена к выборам. И, слава богу, прекратились эти разговоры и фанфары по поводу вот этого мифического фонда, которого нет и быть не может. Вот я имею в виду фонд по достройке за бюджетные деньги коммерческих строек и зданий. Хабиров не решил проблему в Сибае. Хабиров не решил, а, пожалуй, что усугубил проблему со здравоохранением в Республике Башкортостан. С образованием тоже все негладко. Как-то вдруг затихла история с этими смарт-школами. Что, не нашелся учитель труда со знанием французского языка? Или не нашли желающих переехать из центральных 91-х и 39-х школ в эти элитные школы в Дему и в Затон? В общем, конечно, Хабиров тщательным образом обошел все острые углы своего 10-месячного управления. Прямо скажем, это было сделано, конечно же, намеренно. Я понимаю его логику перед выборами последней оперативки. Разве можно говорить о проблемах? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова